Медицинское сообщество Мы многому научились, многое поняли, многое испытали. Конечно, за этот год нам было поначалу сложно понимать развитие самой инфекции. Конечно, нас смущала активность ее, быстрота развития и массовость поражения, особенно во вторую волну к осени. Но на сегодня мы уже имеем достаточно большой опыт работы с этой инфекцией. И, конечно же, понимаем, что сегодня мы должны объяснять и пути решения этой сложной задачи. Опыт большой школы нашей эпидемиологов, инфекционистов, вирусологов позволяют нам утверждать, что основным методом профилактики остается вакцинация против этой инфекции. На сегодняшний день у нас есть несколько категорий наших пациентов, с которыми мы уже планируем защиту от этой инфекции. Самая большая категория – это здоровых наших граждан. О них мы думаем уже на перспективу, и поэтому сегодня ведем широкую разъяснительную работу, как нам проводить профилактику этой инфекции. Другая группа пациентов, которые уже переболели COVID-инфекцией, в разных ее формах, и в легких, и достаточно тяжелых. И этих пациентов мы на сегодня реабилитируем, занимаемся их лечением, продолжаем. Но все-таки жизнь показывает, что возникают моменты реинфекции, и для этих пациентов тоже показана вакцинация. Самое важное, что у нас уже на сегодня есть этот механизм, этот препарат, и это большое продвижение в борьбе с этой инфекцией. В нашем учреждении подготовлен персонал, и самое главное, мы имеем сегодня и уже проводим успешно вакцинацию той категории людей, которая больше всего на этом этапе подвержена риску заражения. 180 доз вакцины мы уже получили и реализовали для медиков нашего города Гродно, которые непосредственно работают, сейчас еще продолжают работать с COVID-пациентами. И практически уже на 80% реализован второй этап этой вакцины. Следует сказать, что вакцина предусматривает двухэтапное введение. Вакцина показана лицам старше 18 лет. Конечно, мы предупреждаем наших пациентов в случае, если имеет место беременность, если имеет место острое состояние. Абсолютная информация у нас представлена на нашем сайте учреждения, на наших информационных стендах. Мы стараемся при непосредственном контакте с пациентами объяснять, где можно узнать информацию, с кем можно проконсультироваться. Для этого у нас все контакты представлены в учреждении. Также мы ведем предварительную запись для наших пациентов, нашей территории обслуживания, чтобы уже понимать, насколько нам формировать наши ресурсы, возможности для того, чтобы массово привить в последующем всех желающих от коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день список пациентов наш каждый день увеличивается. Участковые доктора занимаются анализом их амбулаторных карт, непосредственно беседуют с пациентами. И я думаю, что уже к концу этого месяца мы будем четко понимать, какие объемы желающих на сегодня. На сегодня это порядка уже 500 человек. Я думаю, эта цифра будет расти. Я хочу отметить, что вакцинация, проведенная той категорией наших сотрудников и по первому этапу, и по второму, не вызвала никаких проблем. У нас не было отмечено со стороны пациентов осложнений. Допустимые даже в инструкции указано по вакцинации. Некоторые побочные реакции, скажем так, небольшой подъем температуры, местная реакция, гиперемия кожи. Но это все проходит буквально в течение суток и не вызывает для пациентов никаких проблем. И для здоровых людей в том числе. Мы имеем все условия для хранения этой вакцины. Она имеет особенности. Особенности заключаются в достаточно низких температурах ее хранения. Для этого у нас закуплено специальное оборудование, специальные сумки для транспортировки этой вакцины. И, конечно же, предусмотрено все необходимое в случае, если вдруг эти реакции могут проявиться. Это вся противошоковая терапия, весь набор неотложной помощи. Ну и самое главное, конечно, подготовленный, обученный персонал. Что представляет собой сама вакцина? Здесь следует сказать, что в мире существует большое разнообразие видов и форм как таковых вакцин противовирусных. Это и живые ослабленные вакцины, ДНК вакцины, РНК вакцины. Но нам, конечно, интересно сказать для пациентов наших, какой вакциной работаем мы сегодня. Эта вакцина содержит рекомбинированные аденовирусные частицы. В первом компоненте – это 26-й сиротип коронавируса, который содержит ген белка коронавируса. Во втором компоненте представлены также рекомбинантные аденовирусные частицы пятого сиротипа, также содержащие этот ген. Предполагается вакцинация в два этапа с интервалом 21 день. Для того, чтобы ответ организма иммунный возникал для организма спокойно, без каких-то острых напряжений, чтобы мы больше помогали иммунной системе, чем мы ее абсолютно стимулировали. И на деле это именно так. Антитела возникают спустя 2-3 недели, и затем этот титр поддерживается достаточно длительное время. У нас уже есть пациенты, которые в том числе и перенесли вирусную инфекцию, коронавирусную инфекцию. И спустя, скажем, 5-6 месяцев у них снизился титр антител. Поэтому эта вакцинация была показана таким пациентам, перенесли они хорошо. И мы считаем, что это абсолютно правильный и надежный путь в профилактике этой инфекции. При всем при том, позиция медиков остается очень жесткой по соблюдению все-таки респираторного этикета. То есть маски остаются актуальны. Дезинфекция рук – это, безусловно, очень важный момент. И мы понимаем, что это работает, и это помогает справляться с этой инфекцией. Конечно, дистанцирование. Это должны понимать все. Дистанция в один метр уже уменьшает риски контакта. Ну и, разумеется, рациональное питание, всяческий уход от стрессов, учиться жить с этим стрессом. Вот все это помогает нам в борьбе с этой инфекцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова